Самый главный вопрос, который мне... Как выйти в такой уровень, когда я могу что-то сама созидать? Знаете, вот именно создавать свои вселенные, то есть быть... Знаете, как вот у меня был сон, я вот в прошлый раз говорила, ну, наверное, не помните, у меня в процессе, так скажем, развития меня, как даже, не знаю, индивидуальности, не личности, личности это понятие социальное, а индивидуальности, я во сне меняюсь. И вот последний сон, который у меня был такой очень значимый, когда я чувствовала любовь, знаете, вот сатана, дьявол, вот что-то такое, воплощение зла. И там же другие эмоции, там по-другому, и я... То есть началось с какой-то женщины, которая пыталась меня напугать, да, а в итоге я не пугалась, у меня к ней пошла любовь, и я, соответственно... Мне дали, представили вот это зло. И я с распростертыми объятиями шла вот к этому дьяволу, к сатане, обнимать. Я говорю, вас надо обнять. Он, не надо меня обнимать, не надо, но тем не менее, он ко мне прильнул на правое плечо, но я это, знаете, вот это вот состояние, это было во сне. То есть вот во сне я такая. Мне хочется, чтобы я любила этот мир полностью, вот как-то научиться, и научилась созидать. Это вообще возможно, или вообще это, в принципе, нереальная ситуация? Может такое быть вообще в будущем когда-то? У вас уже имеется ответ, и этот ответ следующий. Вы можете делать это прямо сейчас. Более того, вы это делаете, но вы это не осознаете, как то делание, которое происходит. Подумайте немножко. Вы уже это делаете. Просто примите результаты вашего делания, как сделанное. Я могу дать некоторые пояснения, может быть, не совсем понятно. Дело в том, что ум, как логическая система, он все время ищет каких-то дополнительных подтверждений тому или иному. То есть ум рассматривает время как линейность из прошлого через настоящее к будущему. То есть делаем что-то в настоящем и ожидаем какой-то гипотетической, степдопрограммируемой ответной реакции в будущем. Так вот, то, что вы делаете, уже является созидательным аспектом внутри вас. А что вы ищете еще, помимо этого? Вы ищете всего лишь одно. Вы говорите, я хочу уйти. А кто вас держит-то, кроме вас? Никаких оков. Ну, слушайте, на самом деле... Ну, как кто меня держит? Есть некие обязательства, у меня дети. Я должна что-то... Я, например, пишу книгу, да, я должна написать. То есть у меня есть обязательства, я должна что-то после себя оставить. Но это мои, так, таракан. Правильно. Потому что у вас есть слово «должен» в вашем сознании. Как только вы поймете, что слово «должен» – это исключительно арабская константа, и она может быть заменена на «могу и хочу», а «могу и хочу» может быть заменена в конечном итоге на «великое делание», когда вы делаете не потому, что должны, не потому, что можете, не потому, что хотите, а потому, что исполняете волю Творца, без лишних вопросов. Вот и все. Но для женщины это сложнее, чем для мужчины. Тем не менее, это не невозможно. Особенно, если у вас взрослые дети, и вы не собираетесь больше рожать. Нет, но у меня относительно взрослые. То есть есть очень взрослые дети, и есть дочка 13 лет. Нет, дело в том, что я не то, что должна, я понимаю, что это определенно есть долг, но я имею в виду, что я действительно хочу, я хочу писать книги, у меня это хорошо получается. То есть мне нравится чувствовать, испытывать ощущения какие-то, но мне хочется, знаете, просто уже приходить, неизвестно, кем я буду. Например, эту жизнь я проживу, вернусь сюда ребенком, и я могу стать неизвестно каким-то вот этим вот бараном, которые вот сейчас куча идут на этот убой, а я не хочу. А где гарантия, что я не стану этим бараном? Я же не знаю, кем я буду, поэтому лучше. Ум, который ищет гарантии, обеспечен на несчастье. Обречен на несчастье. Ум, ищущий гарантии от жизни и гарантии от Бога. От чего вы ищете? Каких гарантий? Мы существуем. Здесь никакие гарантии не могут быть никому предоставлены. То, что происходит, происходит внутри вашего сознания. Вы являетесь источником вашего удовлетворения и неудовлетворения. Вы являетесь источником всего, что вы наблюдаете в этом мире, который считаете реально действительным, потому что все происходит внутри вашего сознания. Единственный способ – это убрать из себя вот этот параметр. Потому что никто, никому, ничего не должен. Никогда. Это используется для того, чтобы управлять этой системой. Одна из основ. Это я знаю, что никто никому не должен. Я имею в виду, что... Я, может, гарантии неправильно сказала. Я к тому, что, учитывая то, что неизвестно, что будет при новом воплощении, я стерегусь. Я вот о чем. Что я лучше не буду уже воплощаться для того, чтобы, не дай бог, не стать какой-нибудь вот этой вот барашкой, овечкой. Я говорю, я не буду воплощаться. Вы... Кто сейчас говорит вот эти слова? Я не буду воплощаться. Кто говорит эти слова? Ну, я не знаю, кто говорит. Мне тут сложно сказать. Какая-то часть меня говорит. А кто еще может сказать? Это всегда может сказать только он. Потому что вы не можете не воплощаться. Индивидуальность не может не воплощаться. Это всегда происходит. Не всегда в словеческих силах. Но немножко могу вас порадовать, если, конечно, вас порадует. Что воплощение с понижением статуса, то есть воплощение с деградацией, это исключение их правил. Это не правил. Это присмыслено. Поэтому если вы прожили жизнь в созидательном формате, ну, вот эту жизнь, или, к примеру, там, в разрешительном формате, неважно, но занимали определенный статус. То есть начальный уровень созидателя, да, собирайте кошечек и собачек на улице, там, их формите. Значит, в предыдущем жизни, головой от бетонной столбы кошечек и собачек. Вот, а в этой жизни собирайте и лечите. Это всегда должно быть равновесие. Во всем. А следующие жизни могут быть прожиты уже более изощренными, так сказать, более профессиональными созидателями и более профессиональными разрушителями. Почему нет? Например, в одной жизни будете разрабатывать яды для того, чтобы умерщвлять достаточно большое количество людей. Вот будете где-нибудь на немецком химкомбинате разрабатывать газ, так вот, проживать жизнь вот этого товарища. Или там герора. Ну, а в следующей жизни будете каким-нибудь супердоктором, который излечивает тех, кого циклоном травили, или чего. А ничего, понимаете? А следующий этап еще более масштабный, то есть происходит масштабированный. Из жизни в жизнь происходит масштабированный. И у созидателей, и у разрушителей. Потому что не может быть никакого созидания, если нет разрушителей. Созидать будете. Из чего? Сначала нужно все разрушить. Потом созидатель приходит и созидает из того, что разрушители разрушили. Так бесконечно. Одни созидатели и разрушители. Прошу прощения, это похоже на игру в песочницу малых детей, да? Узяли кто-то, пришел и разрушил. Так и есть. А вы что думаете, что мы взрослые мальчики, которые здесь рассуждают на очень серьезные темы? Все суета, суета. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, не излечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Тут у нас в Бельгии, в Голландии людям приходят письма покупать в глобалистических аптеках государство посылает сенсибилизирование для граждан. Это йодиумные такие таблетки. Ну, мы знаем, что это такое. В общем, они советуют бесплатненько, сори, я забыла. Все хорошее всегда бесплатно. Бесплатненько это вы получите. Да, конечно. Йодиумные таблетки. На-на-на-на-на-на. То есть, если вы находитесь в зоне 20 километров нюклееровая, как говорится, эта ситуация, то вы должны их принять людям до 40 лет. Можно принять, можно не принять. После 40 лет желательно принять. Вот у меня такой вопрос. Но мы понимаем, что это люди, которые это примут. Я говорю сейчас о жержевированных. Это что, выплевывать кишечник и все, что осталось? Ну, знаете, я не могу вам ответить абсолютно точно на этот вопрос. Но что можно сказать однозначно? Во-первых, бесплатно. Это значит, без заплатима за это дело. То есть, ничего бесплатного государство никогда никому не дает. Задайте простые вопросы. А почему в аптеке вам зеленку и йод безоплатно не выдают? Ну, если государство так заботится. Что, жалко зеленки, что ли? Странный вопрос такой, да? А тут бесплатно. И жижу бесплатно тоже, пожалуйста. Хотя сначала, помните, первичная идея нагнеталась? Вот-вот, сейчас мы все сделаем. Еще чуть-чуть, еще немножко. Не страдайте, люди, помощь на подходе. Наши ученые все львы и жопы разбили себе. Днем и ночью работают, не покладая своих голов на потушку и рук. Даже чай не успевают попить, пописать и покакать, разрабатывают. Чудо защита. Да, это правда, да, я помню, здесь даже бедные. Потом стресс появился, но не бесплатно. Это только, сначала, только за деньги. Ну, это да. А потом, когда поняли, поняли, что уже люди как-то вообще не хотят. Ну, теперь бесплатно. Так в Бельгии вначале было наоборот. Игра была такая, что вот как она появится, вы можете ее, вы получите письма, и если ты получишь первое письмо, и ты не придешь, не примешь ЖИЖУ, то потом она будет платная. Так что бегите, пока она бесплатная. Потому что потом вы будете за нее платить. И поэтому очень многие тоже клюнули. Ну, деньги, понятно, да, то есть бьют деньгами. Эта игра была такая, но это понятно. То есть, значит, этот вопрос, я просто, нет у вас информации, что вот приняв это, что произойдет с людьми. Потому что я это пытаюсь, ну, пытаюсь говорить, что люди ни в коем случае не покупайте, не принимайте. Потому что это будет последний, как говорится, удар. удар, но информации нет, что будет с ними. Потому что я слушала о ганских профессорах, они говорят, что люди, принявшие это, будут просто выплевывать свои, как говорится, внутренности. Ну, что люди на гране. Зачем выплевывать кишков? Абсолютно не нужно. Конечно, если у них нет определенных идей по поводу того, чтобы представить еще какую-то одну гипер-супер жуткую эпидемию. Нет, врачи говорят, что принявшие вот эти таблетки от государства безоплатные, бесомплатные, то люди будут выплевывать свои, как говорится, кишечники. Ну, если доктора говорят об этом, ну, тогда я думаю, что им стоит поверить на слово. Ну, это доктора, у которых отняли лицензии, которые, типа, уже не доктора. Я понимаю, конечно, что те, которые с лицензией такого сказать не могут, потому что они лишатся. Конечно. А как же. Хорошо. Тогда другой вопрос. Дело в том, что вот эта паника раскачивалась лет пять назад, и сейчас она раскачивается так же. Почему именно сейчас? Опять. Вы о какой панике говорите? Ну, вот с этими таблетками, йодиумные, типа. Потому что нужно подготовить все необходимое. Заразно. Во-первых, это нужно нагнетать страх волнами. Угу. Ага. Однозначно. И создавать предпосылки для того, чтобы этот страх нагнетать. Это можно несколько раз подоить одну и ту же корову при помощи одного и того же пинкопа под одну и ту же задницу. Угу. Окей. Тогда другой вопрос, вытекающий отсюда. Скажем, так сказать, они сообщают, что принимать, кризис-центр сообщает, принимать это тогда, когда, конечно, госстраство об этом сообщит. Но, скажем так, представим такую ситуацию, что оно, так сказать, сообщило. Я, например, пила просто йодиум, вот обычный йодиум, если что, просто как профилактику. То есть, его добавлять молоко и пить, это эффективно? Я вам так отвечу на этот вопрос. Я очень хорошо знаком с теми, кто влетал в ядерное облако после испытаний, в ядерных испытаний. На самолете Ту-16 эти операторы, которые снимали последствия ядерного взрыва и влетали в грибовидное облако после ядерного взрыва, прекрасным образом умерли своей смертью в очень преклонном возрасте. Окей. Мой отец, которого сейчас нету с нами в этом проявленном мире, полжизни посвятил вот этой тематике ядерных испытаний, тематике того, что из себя является ядерная энергетика и конкретно ядерное вооружение. поскольку общался и посредственно с ядерными разработчиками ядерного армия и участвовал. Поэтому скажем так, не настолько страшен черт, как его молюют. Как его молюют. Посмотрите, посмотрите на Хиросиму и на Гасаки. Через какое время после бомбардировок сколько времени прошло и там стали жить люди-то? Ну, лет сколько? Лет 60? Да какие 60? Ну что вы. Вы посмотрите внимательно историю Хиросимы и историю Макасаки. Это же вообще смешно просто все. Просто об этом все молчат. Жути надо нагнать побольше, чтобы был чем пугать. то же самое, что произошло на Украине. То есть люди, которые были там, я тоже смотрела документальные фильмы, не знаю, насколько это правда. Люди, которые были там, они продолжают так же жить. Люди там же так и живут, занимаются животноводством, хозяйством. Я имею в виду Чернобыльскую району. Да, да. Здравствуйте. Более того, те, кто скушал пилючки, чудесные пилючки, все дохли. Да, да. Да, вот вот об этом я хотела сказать. Та же была игра. Да, все, кто приняли пилюлечки, они все ушли. Это не игра была, это было испытание. Репетиция. Надо произвести испытание. Причем эти испытания должны иметь естественную природу. Не в лабораторию, потому что от кого-то облучают. То есть, если завтра нечто такое, скажем так, то ничего не принимать, ничего не делать, ни молоко с йодом не пить, ничего не предпринимать. Мы не можем с вами никому ничего рекомендовать, тем более в прямом эфире. Каждый решает сам. Мы можем сказать, как мы лично будем поступать в данном случае. Я могу сказать, что лично я ничего принимать не буду. Но я не могу никому ничего рекомендовать, потому что если у кого-то есть мнение отличное от моего мнения, и это не просто милословие такое-то, не то, что я там открещиваюсь от чего-то, я пояснение дам. Дело в том, что вы слышали истории, когда жена пугает мужа утюгом холодным? Он не знает, то есть, она гладит белье, а утюг холодный. Ну и там потом ссора, она ему раз утюгом в груди, а у него ожог от холодного утюга. Я поняла, конечно, поняла. Понимаете смысл? Конечно, конечно. Поэтому ни в коем случае нельзя влиять на этот мир, поэтому если сейчас мы говорим и всех призываем что-то делать или что-то не делать, это неправильно. Мы можем рассказать только свое мнение по этому вопросу, а остальные пускай формируют свое мнение самостоятельно. Основываясь и на нашем мнении, и на мнении других, которые говорят, что это необходимо. Нет, мы никого не призываем, абсолютно нет, но просто сказать, что ни в коем случае не брать безоплатные йодиумные, так сказать, или какие-то там ни были таблетки из аптеки, просто чтобы люди как бы немножко думали, прежде чем это делали. То есть я не говорю пяти осторожно. Подождите, подождите, одну секундочку, дорогая. Не так. Мы с вами сейчас поговорили, вы говорите, я не буду этого делать, я говорю, я этого делать не буду, но кто-то может сказать, а я буду. Хорошо, пускай делают, значит, ему надо. Нет, мы не сказали делать, не делать, я говорю, подумайте, прежде чем это сделать. Вот все, что вы можете сделать. Вот этот прибор, который в черепной коробке, он иногда бывает нужно. Владимир? Да, я доктор. Я вас, прибор, который дальше я не услышала. Прибор, который находится в черепной коробке, он иногда бывает нужно. Глучше. Понятно. Иногда нужно бывает. То есть его иногда надо применять для того, чтобы подумать, например. Конечно, конечно. Желательно. Еще другое. Иногда. Хорошо, я поняла. Значит, я из разговора с вами для себя извлекла тот момент, что я ничего не буду принимать, то есть никакие даже классические просто йод, то, что я сказала, там какие-то другие альтернативные варианты, ничего не принимается. Я не буду ничего принимать. Как бы я сделала такой вывод для себя из нашего разговора. У меня вывод такой же. То есть наше с вами мнение по этому вопросу. Вот и все. Что можно констатировать? мне нравится ход ваших мыслей. Продолжайте. Да, супер. Дело в том, вы знаете, почему я сейчас акцентировался на все на это? Раньше у меня была несколько иная позиция. Я старался там объяснить большинству людей о том, что вот это вот так, а это вот так, а это вот так. я вам так скажу, что если мы с вами внимательно посмотрим на одухотворенные лица, едущих в метро утром рано простолюдинов, и начнем с ними общаться на разные темы, к примеру, после достаточно непродолжительного общения можно сделать окончательные выводы в том, что тот геноцид, который происходит сейчас, является закономерным следствием того психологического состояния, в котором находится основная масса социально обусловленных индивидуумов, поэтому мы с вами не можем утверждать, что происходящее является злом. Нет, нет, я понимаю, я знаю, я сама об этом много раз говорю, я понимаю, о чем вы говорите, конечно, так не может продолжаться, так больше не может, я так понимаю. Критическая масса наступила, критическая масса вот одурманенных людей, которые абсолютно не хотят прикладывать серое вещество к пониманию происходящих событий, в первую очередь они не хотят чувствовать сердце и использовать мозг как следствие, как инструмент, поэтому мирозданию ничего не остается, как произвести глобальную зачистку. Есть такая буква в этом слове, я помню, я вас слушаю уже, я вас слушаю с 20-го года, я помню, вы тогда достаточно, я скажу, как я это почувствовала, да, то есть слова блудем не будут заниматься, я скажу, как я это почувствовала, вы тогда достаточно сильно переживали, потому что я была тоже в таком же состоянии говорить людям вокруг, что ни в коем случае не принимайте эту жижу, это был очень сложный период и процесс, я помню, вы тоже это делали, вы тоже за это переживали, вы были еще на той стадии, на которой должны были быть, и я помню эти разговоры, и я помню, как вы это все говорили, но потом пришло время, вот как вы сейчас говорите, я поняла, что все произошло так, как произошло, и есть так, как есть, и, как говорится, все, как говорится, поезд уехал. Хорошо, следующий у меня вопрос, да, я слушаю. Все всегда происходит вовремя и правильно, и если мы вдруг перестаем с этим соглашаться, то это является проявлением нашей невнимательности и глупости. Ну, внимательность и глупость тоже имеют свое место, в этом тоже своя красота. Потом посмотришь на себя, думаешь, боже, какая я была глупая, вот такая. Ну, уже это самое, на попке-то остаются какие-то раны, их надо посыпать, желательно, перцем, чтобы они еще поболели немножко, потом они затянутся, и все в порядке, останется рубец. Да. Как у Кашпировского было, говорит, шрам исчез, нет, шрам, шрам, нет, член расосался, рубец остался. Ну, да, у него еще хорошая фраза, говорит, есть. Вы, говорит, пришли, чтоб я вам, говорит, воду, говорит, от похудения, заговорить, вам, говорит, жрать меньше надо. Вы, говорит, колбасу свою принятите лучше, я ее наговорю, да, мне воду принесли. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok